Но теперь наступает следующий момент, очень важный. Пишите, как сделать сказку ГУЛИК. Пока у нас сказка. Пока у нас есть... У нас что мы сделали? Мы составили карту мышления, да? Раз. Мы отранжировали цель, рейтинг сделали два. Мы разрезали все на мероприятие, сделали рейтинг мероприятий три. Мы выстроили какую-то цепочку, причинно-следственную связь, поставили график четыре. Теперь это все надо исполнить. Поэтому именно называется следующая тема, как сделать сказку ГУЛИК. Пока это сказка. Хорошо отрисованная, тщательно детализированная, с контрольными точками сказка. Ее надо превратить в ГУЛИК. Значит, теперь надо мероприятие перенести в график. Правильно? Поэтому пишите. Правила переноса. Мы же говорили с вами о том, что переносится в график только мероприятие, да? Значит, теперь в нашем рабочем графике и в графике наших подчиненных должны занять место в соответствующем мероприятии. Поскольку у нас теперь все разрезано и отрейтинговано, мы можем прекрасно решить, что делаем сами, а что получаем подчиненным. Правильно? Теперь понятно. И рейтинг понятен, и содержание работы понятен. Все понятно. Можно давать. И сроки исполнения понятны. Можно давать поручения. Ну, а теперь займемся собой. Правила переноса. Ну, первое правило для тех, кто работает с Аутлоком постоянно, это не актуально. А для остальных покажу. Мероприятие переносится только в ежедневник, если это так, только вот так. То есть оно должно иметь начало и конец. То есть мы пишем, да? То есть в отрисованном виде, если это страница ежедневника, допустим, да? То вот так. Что таким образом происходит? Мы видим реальное время. Сколько занимает мероприятие? Это лишает нас иллюзий. Постараюсь делать поручение. То есть первое правило. Мероприятие не переносится без четкого указания времени, которое они занимают. Визуально, как видите, очень удобно. Все из 9 до 12 под ключом сотрудники, я знаю, что это такое. Да, это я в 10, что они за другим. То есть неизвестно, что я в этот момент делаю. На самом деле я занимался управлением, там, оставлял работу перед отместным маслом. То есть мне было 3 часа беседы с сотрудниками. Программа Microsoft Auto позволяет это сделать цветным, да? Видите, есть значки, да? Ну, есть цвета, которые мы можем дать любые слова. То есть визуально это помогает делать работу немножко веселее. Отделять одного другу. Так, по ходу дела. Ну, это как раз возможно сделать себе работу к клеек. Ну, а если мы пользуемся бумажной версией, ну, что ж, в конце концов, там... Можно использовать разные карандаши, это уже дело вкуса, да? Значит, правило первое, да? Работа переносится именно вот таким вот образом. Ну, в Outlook я лично использую 5-дневную рабочую неделю, в которой установлено 7 дней. Для меня эта форма наиболее удобная. Там есть регулировки, позволяющие самому обозначить, сколько дней он вам показывает. 7-дневный формат в Outlook я не считаю очень удобным. Он выглядит вот так. Но это не дает экзуального представления хорошего, честно говоря. Мое личное мнение, да? Вот для руководителя нам нужен вот этот формат оптимальный. Ну, почему себе нефт? Потому что у меня много семинаров проходят выходные и нет. Для меня выходные, не выходные, так получится. Значит, первое правило обязательно с указанием вот этого момента. Второе правило в Outlook. А мы никогда не ставим запланированные мной сами работы подряд. Всегда с интервалом, как минимум, полчаса. Цель этого достаточно понятна. И, тем не менее, второе правило ширина, всегда ставим работу с интервалом. Оно вроде бы и понятно, я, тем не менее, скажу. Значит, во-первых, у нас есть полчасовой интервал. Значит, мы можем, если что-то задерживаемся, спокойно закончить работу, да? А не суетиться. Во-вторых, если у нас это полчаса свободных, мы можем перевести дух, попить чашку кофе. Из любимой чашки, напомню, обязательно. Посмотреть в окно. Может быть, ответить на некоторые звонки. Да? То есть мы... Вот это полчаса, это наше время. Расширьте кучку. Ну, не знаю, дзеном заняться, дзен-будизмом, там, как садкам нервы перевести. Что хотите делать? Это ваше время. Хотите, там, раскидайте пару почек. Не хотите, не раскидайте. Ну, вот это ваше время. Такой интервал. Можно ответить на срочные вопросы сотрудника. Следующее. Я рекомендую по возможности стараться группировать работу двухчасовыми блоками. То есть, грубо говоря, руководитель садится за что-то и занимается чем-то не вставая, желательно два часа. Не меньше и не больше. Я, как видите, здесь нарушил это правило. У меня три часа указывают. Так, связано с отъездом и с тем, что по-другому выдадение вложилось не так. Кстати, вопрос. Чем отличается импровизация от какофонии? Оба термина рекламы с какофонии, правда? В чем отличие импровизации от какофонии? Какофония – это бессмысленный и, как правило, немелодичный набор звуков. О, импровизация – это осознанное нарушение фундаментальных правил. Какофония? Да, это действие без знания фундаментальных правил. Для того, чтобы импровизировать, надо знать, что это дезитальный правил. Поэтому я рекомендую, я почему так от этого, да, что я вот три часа поставил себе, да? Я нарушил правила, но я знаю правила. Это не значит, что я себя в этом как-то делаю, а просто немножко пристегиваюсь, да? Очень часто мы сразу рвемся нарушать, не зная правила. Совет, давайте сначала изучим правила, попробуем у них работать. Увидим, где нам эти правила мешают, и начнем их расчетливо, спокойно нарушать. Так как опытный водитель, он не всегда ездит по правилам, правда? Более того, часто водитель ездит всегда по правилам, очень сильно тормозит все движение, да? Но опытный водитель – это тот, кто, зная правила, понимает и умеет не мешать другим, кстати. Вот важный пример опытного профессионала на дороге. Он даже, совершая рискованные маневры, не мешает другим. Что значит помешать другим на дороге? Другие вынуждены изменить направление движения или скорость движения за вас, да? Они вынуждены притормозить или газануть, или куда-то в другую сторону, вы им помешали. Профи никогда не мешает другим, он совершает рискованные маневры, при этом учитывая удобство остальных участников. Да? Значит, поэтому мы сейчас с вами изучаем правила. Это ответ на незаданный вопрос, можно ли их нарушать? Можно. Давайте сначала по ним поделись. Поэтому я рекомендую двухчасовые водки. Почему? Причины две. Первое. Два часа это то время, за которое можно реально что-то хорошее сделать. Ну так, серьезного что-то вработать, что-то завершить. Второе. Два часа это тот период, к концу которого у человека наступают ряд химических изменений в организме, там определенные вырабатываются кислоты. Короче, нарушается устойчивость к манатонному труду. Через два часа человеку нужна какая-то смена деятельности. И, следовательно, если он занимается больше подряд без перерывов одной деятельностью, его работа становится неэффективной. Понятно, что это не значит, что если работа занимает 2 часа 15 минут, нужно бросать ее и делать перерыв. Но вот иногда, желая сделать работу быстрее, мы работаем без перерыва. А это неправильно, потому что к концу третьего часа эффективность резко падает. Качество, эффективность, погруженность в работу. Ничего не значит, что...